Воскресенье Женой с сыном И вот приехал в Уфу на несколько дней Увидеть друзей День рождения отца Все-таки завтра К сожалению все уже разъехались по сборам Так что особо я С парнями Там хоккеистами встретиться не могу Поэтому только на несколько дней приехал Если не секрет, какой Подарок приготовил отцу 10-летний юбилей Да там Ну Что часы Такие хорошие часы. Больше ничего не будет играть. Впервые в прошлом сезоне сыграл в Кубке Стэнли полноценно первым номером. Сильно не лечил во время розыгрыша в Стэнли? Ну, когда самая первая игра, когда Биш уже получил травму в этой серии, в финале конференции, конечно, было уже такое… Ну, естественно, когда ты полтора месяца не играешь, тебе говорят, ты иди играй там на середине первых, естественно, там любой, мне кажется, немного заволнуется. А потом уже, после этой игры, я уже стал чувствовать себя намного уверенно, и какая-то игровая практика пошла. Все-таки 7 подряд игр я никогда не играл в One Hell. И то есть чем больше игр, тем больше уверенности. В плей-офф у тебя статистика оказалась лучше, чем в регулярном чемпионате. Эта команда так помогала, или все-таки ты сам это построил? Ну, я как сказал, все-таки игровая практика, она все-таки помогает. Ну, и команда, собственно говоря, строже играла, насколько могли. И, ну, я говорю, в основном все-таки игровая практика. Когда ты играешь очень много игр подряд, это все-таки придает уверенность, и статистика там уже сама собой становится лучше. Чего не хватило молнии, чтобы пройти Питсболк и оказаться в финале только с ним? Ах, наверное, удачи, как обычно, собственно. Вот без удачи никуда. И то, что нас так в семи играх... Ну... Все-таки мы же не 4-0 вылетели. То есть в семи играх боролись, как могли, выкладывались, но не хватило. Будем злее в следующем сезоне. Там ПБ уже второй сезон к ряду, далеко пробирается в Кубке Стэндвис. С начала финала, сейчас финал конференции. В чем секрет молодого коллектива? Ну, не знаю, все работоспособные, все, то есть выкладываются по полной. И все друг за другом готовы там, не знаю, морду набить. Так что вот она, сплоченная команда. То есть, может, не все какие-то супермастеровиты, но мы отлично дополняем друг друга. Плюс, может, у нас хорошие ваталии иногда. Так что вот так вот. Как-то так. Понятно, что НХЛ впереди планеты всей по маркетингу, по работе с болельщиками. А вот если сравнивать инфраструктуру нашего клуба, в частности, и клубов НХЛ, сопоставимо? Мне кажется, если честно, там мало что, чем КХЛ может поконкурировать с НХЛ в плане маркетинга. Поэтому я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, естественно, когда билет стоит минимум 100 долларов на такие места где-нибудь наверху. И, то есть, 20 тысяч собираются как на премии в Тампе. 20 тысяч собираются очень легко. Ну, о чем тут говорить? То есть, человек идет, отдает, сколько это сейчас? 6 тысяч рублей за билет, который наверху, где там арену еле видно. И все-таки собирается в полный стадион. Это о чем-то так говорит. Так что, я говорю, ну, пока сложно чем-то что-то сравнивать. Молодых игроков в НХЛ тренируют индивидуально или подход для всех общий? Да нет, подход для всех общий, только если травмирован игрок. То есть, как вот я был с операцией своей. Просто уходили отдельно, потому что мне нельзя было тренироваться командой. Отдельно выходил, работал. То есть, на полчаса пораньше, на 40 минут. И только так, а чтобы отдельно с кем-то работали индивидуально. Такого нет. Хочешь индивидуально поработать, ты и сам работай. Вот так вот. Твой партнер по вратарскому цеху в Тампе Бэй, Бен Бишопа, наверное, лучше всех в лиге играет клюшкой. Обучился каким-то? Да, он играет как шестой полевой. Он, конечно, большой молодец в этом плане. Мне очень повезло, что я играю с ним. И каждый день смотрю на него. После него я смотрю на других вратарей. Мне кажется, что они вообще не умеют клюшкой играть. Поэтому я учусь каждый день у него. И он какие-то подсказки тоже мне дает. И дай бог, я когда-нибудь буду играть так же или лучше. Сезонка в НХЛ, она, естественно, намного короче, чем в КХЛ. Но, тем не менее, есть какие-то схожие черты? И вообще можно ли их назвать? Ну, во-первых, ты занимаешься сам к сезону. То есть никто тебя не будет заставлять бегать кроссы или еще что-нибудь. Если ты подъехал к тренировочному лагерю не готовый, это уже твои проблемы. То есть тебя поменяют, продадут. То есть сделать, чтобы от тебя избавиться, если ты приедешь не готовый и будешь плохо играть. А сам лагерь, он длится недели две. То есть чуть-чуть тренируемся, играем в выставочные игры. Все сезон. То есть, как я сказал, подготавливайся сам или... Можешь не подготавливаться, но если ты выйдешь и будешь там играть как... Будешь лучшим игроком в НХЛ, то тебе никто слова не скажет. Ну, так все готовятся. Знаменательное событие по ходу прошлого сезона случилось. У тебя в семье родился сын. Что изменилось в твоей жизни после этого? Стал серьезнее? Ну, ну да, естественно, это все-таки такое событие. Там, не знаю... Пока сам не попробуешь, не почувствуешь на себя, я очень рад этому. И, к сожалению, меня не было, когда это случилось. То есть я был в ОХЛ, меня отправляли. Ну, все-таки эмоций было много. И у меня прям был такой отрезок, когда Игорь, по-моему, 6 по лет выиграл, когда он родился. И, прям, не знаю, лучшее в мире. Даже хоккей – это все уже на втором плане, когда у тебя рождается сын. И, прям, благодарен Богу, что он у меня есть. Партнеры по команде, как тебя поддержали в связи с рождением сына? Я слышал, какой-то подарок был особенный. Да ничего особенного нету, не было. То есть, ну, все просто поздравились. Это что-то такой супер-подарок. Вот так, может, по мелочи кто-то что-то подарил, а так, чтобы какой-то супер-подарок. Ну, хорошо играли в защите, вот, наверное, подарок был. Следующий, там, когда у меня сразу… Меня подняли наверх после рождения. И, по-моему, на следующий день у нас игра опять была с Миннесотой. Вот мы ее выиграли. Да, 3-2 вы выиграли в овертайне. Да, по-моему, что-то такое. Ну, вот так вот. Вот мой ротый подарок был – победа. Сын уже успел сходить на стадион? Да, да, парочку раз был. А приодировал он? Ну, ему, конечно, но он маленький еще. Ему очень тяжело этот… Не знаю, переварить, так сказать. Ну, куда он уже? А так смотрел, интересовался. Вроде как нравится. Много хоккеистов, с кем удалось мне поработать, да. Но вот ты поражал своим сверхпрофессионализмом, да. А в «Инхайл» есть такие ребята, которые тебя поражают своим профессионализмом от своих отношений? Ну, они все понемногу. Они, конечно, и подготовка к матчу, и после матча все занимаются подготовкой и восстановлением. То есть в этом плане они все молодцы. Но для меня там что-то удивительного не было, потому что я все равно… Все равно еще больше… То, что они делают, я это, по идее, еще больше делаю. Так что меня этим особо не удивишь. Но они все профессионалы. То есть по сравнению с «Инхайл» они все-таки… Все-таки больше в этом плане… В плане подготовки и восстановления они, конечно, мне кажется, получше. С другими российскими вратарями в «Инхайл» контактируешь, общаешься? Я только с Бобровским разговаривал, когда были в «Коламбусе». То есть у меня как раз там вот… После операционной такой период был, когда вот… Меня отправляли в «Инхайл». То есть настроение тоже было не самое лучшее, Потому что все-таки… Ну, все-таки после «Инхайл» тебя распускают в «Инхайл». И да, разговаривал с ним, спрашивал там, Как он это переживал, когда он был вторым вратарем, То есть в этом, в Филадельфии. Поэтому чем мог, тем помог. Пару советов, да. Твоей первой профессиональной командой в карьере была «Уфинская толпа». Сейчас за выступлениями «Уфинской молодежки» удается следить? Да нет, ну, я… Не, я же не читаю новости хоккейные. То есть я живу как, не знаю, в вакууме. Так что… То есть как меньше знаешь, лучше спишь. Поэтому узнаю только от папы что-нибудь. Он мне рассказывает, как, что. Я поэтому всегда рад что-нибудь новенькое было услышать. То есть такая же саловатная ситуация. То есть я… Да, то, что… Чемпиона стала магниткой. Мне сказал вообще наш доктор. То есть доктор почему-то знает, почему. А то, что магнитка чемпионом стала, я не знаю. Ну, то есть вот так вот я слежу за КХЛ. То есть максимум, что я это слежу, так это за братом в авто. Каждый матч. Ну, только текст. Текстовую трансляцию, а так… Помогает для развития молодого игрока именно вот игра в молодежном каким-либо виде? Лично для тебя она помогла? Ну, да, да, естественно. То есть когда я там играл, там парни были на… Года три-четыре старше. То есть для меня это был огромный опыт. Сейчас я ничего не могу сказать, потому что, ну, все-таки я там не могу… Как-то я уже не играю там уже. Поэтому мне это очень помогло. Когда парни были на несколько лет старше меня и… Да, я прям… Я как-то помню, как будто это вчера было. И у меня это были одни из лучших таких тоже годов по МХЛ. Три сезона уже за океаном. Что бы хотел от себя лично сказать, пожелать у финским болельщикам? Ну, оставаться такими же ненасытными в поле, в плане хоккея и болеть за нашу команду. И никогда не оставлять. И они будут радовать вас своими победами. Скучаешь по тому времени, когда играл за «Салаватю Лайф» и тебя весь город безумно любил? Ну, ну, так. Может, первые месяцы, да, было такое. Конечно, у нас очень классные болельщики и классный город. Все, мне было очень нравится, когда с теплом вспоминаю наш плей-офф, когда мы там, мои последние месяцы, так скажем, в команде. И, конечно, хорошие воспоминания. Ну, так сложилось то, что надо как-то расти в плане хоккея. Моя мечта была играть там. Так что, вот так вот. Попал заявка сборной России на Кубок мира. Как отнесся к этому событию вообще? Что испытывал в тот момент? Какие чувства? Ну, как обычно, мне кто-то сказал, что я попал в состав. Ну, я, естественно, был рад. Все-таки не каждый день в такое событие представлять страну, а тем более на таком турнире. И поэтому я очень был рад и буду делать все, чтобы порадовать наших болельщиков. Что говорили партнеры по команде, узнав о твоем попадании в состав сборной России? Может быть, Айзер может что-то сказать? Ну, да-да, поздравил. То есть, сказал, все, молодцы. Ну, типа то, что вы это заслужили. Все, молодцы. То есть, а с партнерами по команде мы там особо нет. Вот так шучили то, что вот мы вас там обыграем или еще что-то. Я там тебя вынесу или что-то такого. Но мне очень хотелось бы сыграть с Америкой против Биша. Это было бы, конечно, очень… Не знаю, было бы, мне кажется, интересно всем. То есть, ты мечтаешь все-таки… Ну, моя мини-цель такая, у меня такая, сыграть против Биша. Да, это будет интересно. Кто у вас в команде самый главный юморист, заводила? Кто в раздевалке чаще всех? Да не знаю, да все понемногу. То есть, мы, русские, стараемся вообще там особо не этот… Не… Так на публику не играть, поэтому там мы все очень тихие. А это так… Все понемногу так добавляют настроение каждый день в раздевалке. А так, чтобы какой-то супер особый… Не знаю, как сказать… Клоун… Клоун… Ну, я, по крайней мере, этого не заметил. Стив Айзерман – легенда канадского хоккея, легенда мирового хоккея. Для многих российских болельщиков он загадка как человек. А какой он в жизни? Ну… Хороший, да. Хороший человек, то есть… Я тоже с ним очень много общаюсь, но когда… А есть возможность, то видно то, что он… Ну… Видно то, что он – легенда… Легенда… То есть, он хоть очень легендарный, но он обычный… Обычный, как бы, человек в жизни. И… Никаких там каких-то понтов или еще что-то у него вообще… Никогда я не замечал. И… Одно слово – легендарный. Джон Купер, как тебе с ним работается? Хороший мастер? Да, да. Отличный тренер. Хороший мотиватор. То есть… Прям… Не знаю… Ватаре тоже никогда не трогает. И… Это правильно. То есть… В этом плане он большой молодец. И… Я очень его уважаю, как тренер. И у нас весь тренерский штаб. Тоже мне… Нам с этим повезло. Очень… Все хорошие люди и хорошие профессионалы. Поэтому… Жаловаться не на что. Ну и напоследок… Скажи, пожалуйста, если честно. Вот насколько долго планируешь играть в Северной Америке? Планируешь ли вообще вернуться потом в Россию? Или все-таки хочешь завершить карьеру там? Ну… Ну… Если честно, я бы всю жизнь хотел бы там играть. То есть… Даже если бы меня были… Я… Я не могу загадывать наперед и говорить то, что я… Да. Сто процентов я останусь здесь. Останусь там, точнее. То есть… Хоккейная жизнь такая. То, что… Никогда не знаешь. Но… Если мне предложат какие-то большие деньги здесь. И предложат маленькие деньги там. Я лучше выберу маленькие деньги и останусь там. То есть… Вот так вот. Ну… 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 Ну…